Приветствую вас уважаемые друзья и коллеги по хобби и особенно любители карточной коллекционной игры Берсерк. Компания Мир Хобби в 2018 году решила порадовать любителей классического Берсерка и выпустила такой замечательный набор как Владыки Небес. Сейчас распакую данный наборчик и произведем его обзор. Как и ранее друзья, компания Хобби Ворлд порадовала нас довольно хорошей красочной упаковкой, очень крепкой, где карты сохранятся без всяких проблем. Вот друзья, Владыки Небес это сражение за господство в небесах и на земле и даже под землей. Пять фракций сошлись в бою, призыватели из ордена Таудан, суровые племена Йорлингов, стражи леса, хитрые подземники и демоны. Битва будет нешуточной, ведь каждая армия заполучила в свои ряды драконов. И что самое важное, что набор совместим с любыми картами классического Берсерка. Состав набора 5 базовых колод по 30 карт, будет 150 базовых карт и 5 наборов по 9 дополнительных карт, того будет 45 карт. Таблица ударов, фишки, кубик и правила игры. Да, друзья, новый набор Владыки Небес возвращает нас во времена Унгаров, могучих магов, которые используют кристаллы для формирования своих боевых отрядов. Как видим, сверху лежит книга правил, модификаторы Run, два листа в комплекте. И колоды с картами. Так, вот это все упаковано. В наборе 4 кубика. Вернули нас к обычным кубикам. У меня в буре стихий немножко другие. Ну и сейчас распакую данные упаковки и посмотрим, какие карты в данном наборе. Интересно, в наборе 4 колоды. Ну, я так думаю, колода демонов будет вместе с другими колодами по несколько карт. Вот, друзья, степной класс, класс Таодан. Это чародеи, специализирующиеся на призывы новых существ и предотвращении урона. Именно эти две стратегии составляют основу колоды Таодана в наборе Владыки Небес. Ну, теперь, друзья, посмотрим сами карты. Боевой чародей. Наемник Ордена. Тарда. Да, хочу сразу заметить, есть много новых карт. Ну и со старых наборов карты, которые будут в этом наборе переизданы. Лемастра. Эндон Флем. Аль-Хосейн. Да, и сразу смотрю, что карты переплетаются, дополнительные карты к колодам, к базовым лежат. Надо будет всё расфасовывать. Вот, как я и думал, что демоны попадутся в перемешку. Надо будет расфасовывать. Так как начинающим игрокам, друзья, я не советую сразу дополнительные карты добавлять в колоды. А сначала именно с классическими колодами разобраться, если вы никогда не играли в данной игре. Ну, а потом уже добавляя дополнительные карты, можно создавать хорошие колоды и делать интересную механику во время игры. Птица Грома. Маг Тор Абьярда. Алмазный Алтарь. Довольно хорошая, интересная карта. В начале боя каждое ваше существо, обладающее заклинаниями, получает одну долб жизнь. Сайлаж. Погонщик Тао Дана. Тоже очень сильная, хорошая карта. Демон. Не знаю почему, вот почему-то класс демонов мне вообще не нравится в данной игре Берсерк. Ну, есть люди, которые играют только им. Боевой Чародей. Боевой Чародей уже три раза попалась. Риад Дара. Маг Тор Абьярда. Компания Мир Хобби очень порадовала выпуском данного набора. Особенно тех людей, которые играют с начала 2000-х годов и привыкли к классическому Берсербу. Аркомансер. Эр Мориб. Довольно интересная, хорошая карта. Базарный Маг. Пять Демон. Наемник Ордена. А чем хорошо-то Аданы, что они из колоды могут призывать существ и могут довольно сделать за счет этого себя сильными на поле. Сокол Аль Джамии. Маг Тор Абьярда. Астральный Проводник. О, Гранатовый Дракон. Меа Драконов давно ждали в данной игре. Не более одного в колоде. Также вернулись сферы в игру. В 2006 году они неплохо пополнили свои колоды. И теперь, я думаю, сферы очень разнообразят данную игру. Дис, Демоны. Наемник Ордена. Сокол Аль Джамия. Акалит Дзара. Астральный Проводник. Вызвать существо стоимостью 3 или менее с одной текущей жизнью. Да, при правильной тактике игры очень хороши это отданы. Пьяный Дракон. Хорошая карта. Шакс. Потом более лучше рассмотрю все карты. Дис. Но уже вижу, что набор очень стоящий и интересный. Наемник Ордена. Сокол Аль Джамия. Тоже несколько раз попадался. Кандийский Чародей. Еще один вопрос. Будет ли к данному набору бустеры. Маг Тор Ратаха. Пойманый Дракон. Интересная карта. Не носит экипировку. В конце вашего хода переходит под контроль противника. Но если хорошо разработать механику Таоданами, этой картой можно очень хорошо управлять на поле. Возвращать ее в колоду и возрождать. Шакс. Сарк. Наемник Ордена. Тарда. Кандийский Чародей. Маг Щита. Делиома. Хорошая, интересная карта. Шакс. Малфас. Да, плохо, что они переплели колоды, чтобы они демонов положили в отдельную упаковочку. Теперь, друзья, рассмотрим колоду Стражи Леса. Самый небоевой класс в наборе. Пожалуй, даже менее боевой, чем Таодан. Они, конечно, способны наносить урон атаками и делают это неплохо. Но лучше всего им удается выжить в сражении, делать, давать дополнительные жизни, лечить. И все благодаря взаимодействию с дополнительными жизнями. Распакуем. И рассмотрим данный набор. Кто увлечен давно этой игрой, я знаю, у многих есть альбомы. Они собирают карты с самого первого сета. Именно профессионально занимаются именно коллекционированием. данных карт. И даже могут и не играть ими, а просто создают коллекции. Потому что каждая карта под своим номером. Год выпуска указан. Номер карты. Редкость. И сет. Начнем с первой карты Леса. Богл. Дозор. Светолесье. А вон, хорошая, красивая карта. Корневик. Корневика я, наверное, помню еще с 2004-2005 годов. Данную карту. Конечно, как же без нее. Защита от немагических атак силой 3 или более. Пока рядом стоит Страш Леса, получает опыт в защите. Очень сильная карта для защиты данной колоды. Нурген. Хорошие, красивые арты. Постарались, ребята. Спасибо им за это большое. Ильфари. Блейнер. Опять же, куда без демонов. Демон льдов. Богл. Дозор. Святолесье. Опять Корневичок. Дереза. Воин Листьев. Хранитель жизни. Ньярли. Как я и говорил, много интересных новых карт. Богл. Младший Друид. Моргалок. Или Маргулок. Дереза. Тердолен. Хорошая, интересная карта. И вот, чтобы дополнительные карты не перепутать, они выполнены в полноформатном размере. Как видите, полный формат рисунка. А здесь рисунок на полкарты. Темный Друид. Тоже хорошая, интересная карта. Надо будет получше изучить данный набор. Ньярли. Класс Демоны. Файет. Младший Друид. Младший Друид тоже, наверное, с 2004-2005 годов начинал свой путь. Интересная, хорошая карта. Куда же без нее. Моргалок. 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 Дозор Кронго. Страш Леса. Орнель. Свера. Как я говорил, сферу вернули в игру. Сфера Плюща. Мамои. Класс Демоны. Атах. Шила. Шила довольно старая, известная всем карта. Сприган. Надзорщица. Страш Леса. Легорд. Бериад. Ушастый Демон. Атах. Эльямен. Ну, я надеюсь, вы сами сможете поставить на паузу, если вас интересует какая-то карта, и прочитать ее характеристики. Легконогий. Витослава. О, Дракон Страж. Красивый арт. Хорошая карта. Бериад. Ушастый Демон. Дозор Святолесья. Вердант. Тоже хорошая старая карта. Легконогий. Ринке. Карнлида. Каренлида. Или как она правильно? Каренлина. Демон льдов. Ашарель. Теперь, друзья, рассмотрим колоду Йордлинги. Йордлинги – это самый агрессивный класс в наборе Владыки Небес. Их основная стратегия очень проста – нанести как можно больше урона с помощью ударов через ряд. И помогает им в эту особенность маневр. Распакуем колоду. И посмотрим, что нас нового ждет здесь. Что осталось со старых карт. Я как-то раньше очень любил играть с данным классом. Горы. И называли гномы, горы. Также мне очень нравится, конечно, и лес, хороши степи, болота. Все, в принципе, колоды хороши. Кто ими умеет хорошо играть. Начнем. Гьерхар. Гьерхар. Медноволосый. Вождь Снорлингов. Федме. Вараэль. Демон Праха. Рогвальд. Конунг. Эльдринг. Вождь Снорлингов. Эйнхерий. Дракон-разведчик. Страж Порога. Класс Демоны. Рогвальд. Сигрид. Эльдринг. Ульфсарк. Берсерк. Оренхольма. Красивый арт. Хорошая карта, интересная. Прыжок. Дальность 3. Ватах. Осмодеус. Бьернир. Бьернриттер. Бьернриттер. Какие у них сложные названия. Витязь Оренхольма. Варнак. Ульфсарк. Зарал. Хрустальная сфера. Эмиссар хаоса. Опять даже не буду пробовать читать. Витязь Оренхольма. Торвальд. Ингвард. Защитник Оренхольма. Сарк. Эмиссар хаоса. Гримнер. Опять повторяется Витязь. Анну Суру. Ингвард. Хладник. По-моему, встречался он в буре стихий. Харут. Немих. Ингринг. Ингринг. Вождь. Сёрлингов. Улерик. Эсмирин. И ловчий демон. Изверг. За что, друзья, люблю Берсерф. Это за то, что игра интересна так же, как и шахматы. Здесь и хорошая стратегия, интересная механика игры. Очень, очень, очень интересная игра. Класс подземники. Не запаслись летающими существами. В целом, ребята, конечно, странные. Чем больше получают ран, тем эффективнее они играют. Основная механика у подземников одна – это магия крови. А вот полученными за неё фишками они могут распоряжаться самыми разными способами. Распакуем и рассмотрим и эту колоду. Давно я ждал, когда вернут классический Берсерф. Конечно, Берсерф Герои тоже хорош, но кто привык, кому нравится. Мне лично больше нравится всё-таки классический. Аквонит Надзиратель. Аквонит Страж. Гоблин Мясник. Ходящий по снам. Маг Сноходец. Мистификатор. Ариакс. Плохо, что демоны пересекаются с основными картами. Гоблин Свиновод. Аквонит Страж. Гоблин Подводник. Илтит. Маг Сноходец. Маг Сноходец. Тарух. Хранитель Врат. Смотрю, герои пересекаются с берсерга героя. Гоблин Свиновод. Барт Подземья. Гоблин Подводник. Проповедник. Интересная карта. Интересная карта к подземникам. Сфера Порчи. Кряк. Сарготанц. Сарготанц. Гоблин Свиновод. Безмолвный Дух. Гоблин Подводник. Проповедник. Царица Вудли. Страшный Крыс. Хак Удар. Гоблин Фуражир. Безмолвный Дух. Ухурский Шаман. Ловчий Дна. Магия Крови. Змей Дракон. Подземник. Опыт в защите. Сфера Проклятия. Сфера Демонов. Агварес. Гоблин Фуражир. Извиняюсь, друзья, если неправильно что-то читаю. Я набор только распаковал. И сразу бегло делаю обзор. Гоблин Заклинатель. Ходящий по снам. Воин Подземелья. Великий Червь. Интересный арт. Довольно сильная карта. 16 жизней. 4-5-5 удар. Фуркас. Смерть Небес. Акванит Страж. Гоблин Мясник. Ходящий по снам. Ловец Кошмаров. Вудли. Демон Презрения. И таблица ударов. Таблица ударов, смотрю, поменяли. В других колодах и других наборах она выглядела немножко по-другому. Ну вот, друзья, провел обзор по картам. Если будут какие-то либо вопросы, или что-то надо отснять отдельно, обращайтесь. С удовольствием запилю данное видео. Может, еще сделаю отдельное видео, если надо будет, по дополнительным картам, которые они добавили к базовым колодам. Пишите, я обязательно вам сниму и покажу. Ну а в целом, набором я очень доволен. Все очень мне понравилось. На этом буду заканчивать. Всех благ вам и вашим близким, друзья. До новых встреч!